Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о российской власти и любви. В этом отчасти и суть нашей работы. Ездить, есть и любить. Понимаете? Особенно последняя составляющая. В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Не спешите удивляться, конечно же, речь пойдет о коррупции и лицемерии, потому что только так устроена эта власть. Мы постоянно слышим от элиты о семейных ценностях, скрепах и консерватизме. Что касается секрета семейного счастья, это секрет, но это не любовь. Ну что ж, давайте посмотрим, как там с семейными ценностями у путинской элиты. И я сразу же прошу вас поставить лайк и поделиться этим роликом, чтобы как можно больше людей его посмотрело. Начнем. Сергей Шойгу. Хороший шишечка в центре. Хороший шишечка сверху. Нынешний министр обороны достойно продолжает дело своего предшественника Сердюкова. Напомню, что тот при помощи своего статуса сделал свою возлюбленную сказочно богатой женщиной. Сергей Кужегетович решил не отставать. После начала романа с Шойгу, стюардесса Елена Шибунова внезапно стала миллиардершей. И на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов, друзей Путина. В 1999 году Шибунова устроилась на работу в ГУП «Пищевик» под ведомственной МЧС. «Пищевик» входит в авиаотряд Министерства и доставляет питание в любую точку мира, где осуществляют свою деятельность российские спасатели. Во время одного из таких перелетов ее и заметил Шойгу. У них есть совместные дети. Данила Сергеевич, который родился у Шибунова и Шойгу 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра этого эпизода нет. Он признает лишь детей от своей официальной жены Ирины, с которой имеет двух дочерей. Про одну из которых, Ксению, я рассказывал в одном из своих прошлых роликов. Она очень талантливая. В 18 лет купила два участка на Рублевке стоимостью около 9 миллионов долларов. По данным журналистов, отношения Шибунова и Шойгу продолжались до 2017 года. Что случилось потом, мы не знаем. Но знаем точно, что их совместный сын увлекается футболом, учился в частной школе «Президент» в элитном поселке Жуковка. В той же школе сейчас учится и дочь Шибуновой Даша. Внешне она как две капли воды, похожая на министра обороны Сергея Шойгу. После рождения сына от Шойгу дела Шибуновой пошли в гору. Это можно понять, хотя бы посмотрев на то, какие автомобили она покупает. Раньше она ездила на стареньких «Жигулях» и убитой «Хонде». Сейчас же она купила себе «Мерседес Бенц» и золотистый «Лексус РХ330». Потом были «БМВ», «Тойота Ланд Крузер» и другие дорогостоящие автомобили. К примеру, не так давно она купила «Мерседес Бенц», рыночная стоимость которого около 6 миллионов рублей. По пути в свою огромную 180-метровую квартиру в центре столицы она частенько нарушает правила дорожного движения, о чем тоже стало известно журналистам-расследователям. Главным приобретением Шибуновой стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью полтора миллиарда рублей по соседству с давними друзьями президента, олигархами, братьями Ротенбергами. На участке земли, покрытым лесами, располагаются сразу несколько домов. Особняк хозяйки, дом для прислуги и гараж со множеством-множеством автомобилей. За время отношений с Шойгу, связанные с Леной Шибуновой фирмы, выручили на сделках с Минобороны МЧС как минимум 6,5 миллиардов рублей. Таким образом, любимая женщина Шойгу побила рекорд любовницы Сердюкова, ущерб от действия которой оценивался лишь в 3 миллиарда рублей. Виктор Золотов, глава Росгвардии, неоднократный фигурант всевозможных антикоррупционных расследований. Бывший охранник Путина, который сейчас руководит ведомством, задача которого избивать мирных протестующих. Нынешнего главу Росгвардии и его возлюбленную Дину Целевич связывают близкие отношения. Целевич по состоянию на конец 90-х в браке не состояло. Золотов же официально женат в советских времен. В браке у него родились двое детей. В 2004 году Целевич тоже родился сын. В его документах сведения об отце отсутствуют. Из них можно узнать только одно – отчество ребенка Викторович. Сейчас она ведет бизнес, доставшийся от бандита Романа Цепова, который был близким другом Золотова. Это охранное предприятие «Балтик Эскорт». «Балтик Эскорт» – это своеобразная кормушка, которая должна обеспечивать знакомую Золотова и ее сына много-много лет. Но это не все. В Петербурге открылось сразу несколько районных центров по оформлению трудовых патентов для мигрантов. Это огромный рынок. Ежегодно в одном только Петербурге оформляются порядка 250 тысяч патентов. В 2019 году выручка четырех таких миграционных центров составила 3 миллиарда рублей. Прибыль – больше миллиарда. Перепадает и «Балтик Эскорт». Его сотрудники, естественно, охраняют центры по получению патентов. Общая стоимость ее недвижимости в текущих ценах – порядка полумиллиарда рублей. Это следует из аналогичных объявлений на сайте ЦИАН, например. Основные покупки пришлись на начало двухтысячных, когда у Целевича не было никакого серьезного бизнеса. Зато у нее был Золотов. Именно она скупила целый подъезд в этом здании. Внутрь нас вряд ли пустят. Но мы все равно сейчас побываем в ее кабинете. Превратив бывшие квартиры в офисы, Целевич потребовалось согласовать перепланировку. Ее заявка в Смольную вместе с фотографиями интерьеров свободно висит в интернете. На стенах портреты Золотова и Путина – Мориль Монро и Одри Хабберн. И много цветов. Дело в том, что фотографии, скорее всего, сделаны сразу после дня рождения Дины Геннадьевны. Антон Силуанов – министр финансов. Новую сожительницу министра финансов зовут Ольга Хромченко. Молодая женщина получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием. То есть выделенные без конкурса. Среди прочего она участвует в строительстве платных дорог, возведении грузового порта и производстве целлюлозы. Ольга Хромченко родилась в деревне Шамакша Ленинградской области и училась в ПТУ. До недавнего времени она была трудоустроена в АО «Росспиртпром», 100% акции которого находятся в федеральной собственности. Это предприятие – крупнейший производитель этилового спирта из пищевого сырья. Силуанов считает, что в России мало платных дорог, поэтому по случайному совпадению его сожительница занялась строительством платных дорог и получает на это миллиарды из бюджета. Фирма подруги Силуанова филирована с ООО «Ступинская», «Шатурская», «Акуловская», «Сергиево-Посадская» и «Щелковская» платная дорога. В следующем году планируется начать строительство многофункционального грузового порта с нефтяным, газовым и угольными терминалами на восточном побережье Сахалина. Такой дорогостроящий проект будет реализовывать ООО, в котором имеет долю и Ольга Хромченко. В 2020 году Хромченко стала собственницей 162-метровой квартиры в элитном ЖК. Рыночная стоимость одного квадратного метра в этом доме превышает миллион рублей. Раньше владельцем этой квартиры был Аркадий Ротенберг. Олигарх купил ее в августе 2019-го, после чего объект за несколько месяцев сменил несколько собственников и в итоге оказался у Хромченко. Возможно, это взятка, так как Росспиртпром, в котором числится Хромченко, входит в сферу интересов Ротенберга. Об этом много писали журналисты. Силуанов выступал за принятие так называемого закона Ротенберга, по которому российские бизнесмены могли рассчитывать на компенсацию из-за западных санкций. Да и бизнес Ротенберга на строительстве дорог во многом зависит от позиции Минфина, которого возглавляет Силуанов. С 2019 года Ольга Хромченко владеет долей ВОО «Юником». Это агрегатор микрозаймов. Годовая выручка и дочерняя компания — 133 миллиона рублей. Пока ее возлюбленный делает россиян беднее, находясь на посту министра финансов, она выдает им кредиты. Сергей Лавров, министр иностранных дел и лидер «Единой России», уже много лет имеет близкие отношения со Светланой Поляковой. Партнеры и родственники этой женщины занимают ключевые посты в министерстве, а ее семья имеет активы на сумму более чем 1 миллиарда рублей. Ресторан Поляковой получал госконтракты от дипломатической академии МИДа. Однако, как утверждают журналисты, ни ресторан, ни другой бизнес больших доходов ей не приносили. При этом Полякова владеет имуществом на миллиард рублей. У нее квартира в центре Москвы, стоимость которой примерно 700 миллионов рублей. Апартаменты в элитном комплексе в Сочи и дом в Подмосковье, что стоит порядка 60 миллионов рублей. У нее два автомобиля Porsche и один Mercedes. Также Mercedes у ее безработной матери. У Поляковой и Лавровой есть совместная дочь. В 2016 году она приобрела в Лондоне квартиру за 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Это более полумиллиарда рублей по курсу на момент сделки. Также она владеет несколькими компаниями Великобритании. Любовницы Лавровой вместе с дочерью, племянницей и ее матерью неоднократно летали частным самолетом бизнесмена Олега Дерипаски, о чем рассказывала наша команда в своем недавнем расследовании. Светлана Полякова летала на самолетах Дерипаски на Сардинию в 2014, 2016 и 2020 годах. В Черногорию в 2015, в Австрию праздновать новый 2016 год. В немецкие Каусруя и Ганновер тоже в 2016. Ее мать тоже летает на самолете Дерипаски. Он возил ее в Германию. И малолетняя племянница Лаврова Валерия Полякова в этом же списке. Она с мамой, напоминаю, женой брата-любовницы Лаврова, летала на Дерипаскиных самолетах на Сардинию, в Австрию и Норвегию. Дочь Поляковой не раз публиковала в Инстаграме свои снимки на виллах Черногории, Сардинии, виллы, которые принадлежат Дерипаске. Одну из этих вилл девушка даже написала как свой второй дом. Изучив фото из Инстаграма, наша команда доказала, что они пользовались яхтой Дерипаски. Той самой яхтой, где миллиардер отдыхал вместе с эскортницей Настей Рыбкой, и на тот момент вице-премьером Сергеем Приходько. Взамен на все эти услуги Лавров лоббирует интересы Дерипаски. Ну и напоследок Путин, главный борец за семейные ценности. Для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Небольшая история. В Ленинградской коммуналке на Гороховой улице жила обычная девушка Светлана Кривоногих. Соседи Кривоногих рассказывают, что у девушки в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один сосед говорит, что это какой-то чиновник из правительства Петербурга, другой называют этого человека папиком. Как вы могли догадаться, речь о Путине. Желаю вам детей и побольше. Сейчас Кривоногих живет на Каменном острове, одном из самых закрытых районов Петербурга, где проживают связанные с Путиным люди. Там живут его спарринг-партнеры подзюдо Василий Шестаков и Аркадий Рутенберг, товарищи по дачному кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов. Все близкие Владимиру Путину люди. Журналисты проекта выяснили, Кривоногих знакома с Путиным давно, еще с 90-х. Так, например, 4 января 1999 года на рейсе из Пулкова в Москву на местах, в соседних местах, сидели директор ФСБ Владимир Путин и его знакомый Виктор Золотов, а между ними сидела Светлана Кривоногих. Кривоногих довольно часто летала по этому маршруту с подругой Золотова Диной Целевич, с которой мы с вами уже познакомились. В 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец, конечно же, не указан, известно только ее отчество Владимировна. Также известно, что она как две капли воды, похожа на президента России. Кривоногих принадлежит горнолыжный курорт, где катается Путин и предположительно праздновала свадьбу его дочь Катерина и сын друга президента Кирилл Шамалов. В 2006 году Олег Руднов, это такой человек, который выполняет разные личные поручения в интересах Путина, купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение рядом с выходом на Дворцовую площадь и через два года передал объекты Кривоногих. В 2011 году друг Путина, велончелист и миноритарный акционер Банка России Сергей Ралдугин, о котором все узнали из Panama Papers, перевел управляющей компанией горнолыжного курорта два займа на сумму около 200 миллионов рублей под 1% годовых. Через эту же компанию Кривоногих стало собственником 37-метровой яхты стоимостью около 5,5 миллиона долларов. Из недавней утечки Pandora Papers, о которой я рассказывал на нашем канале, мы узнали, что сразу после рождения дочери для Путина Кривоногих обзавелась роскошной квартирой в Монако. Все имущество и бизнес-активы Кривоногих оцениваются примерно в 8 миллиардов рублей. Все они взрослые люди и сами могут решать, афишировать им свои отношения или скрывать. Дело совсем не в этом. Дело в том, что, во-первых, это все чистой воды коррупция. Эти дамочки стали сказочно богаты только благодаря тому, что их возлюбленные сидят на шее у налогоплательщиков и рассовывают себе по карманам народные деньги. Они ничего не создали и не являются успешными предпринимателями. Весь их успех в том, что коррупционный режим Путина позволяет им обогащаться и чувствовать себя хозяевами страны. Во-вторых, это все жуткая лицемерие, согласитесь. Нам последние годы усердно утвердят о духовных скрепах, консерватизме, традиционном укладе, сажают людей за интимные фотографии у храма, за неправильные шутки штрафуют или сажают. Эта власть с экранов рассказывает нам о своей святости и буквально чтит себя как борцов, готовых отдать свою жизнь за консерватизм. Но что-то я не помню, чтобы многоженство и воровство были в традиции нашей страны. Меня зовут Руслан Шевединах, я ненавижу ложь и коррупцию. Прошу поставить вас лайк под этим видео и поделиться, чтобы как можно больше людей это увидело. Свободу Алексею Навальному.